Надо, чтобы этот вот угол не был бы слишком маленьким. Я переписываю вот эту ситуацию в следующем образом. Я по-прежнему ищу максимум. По-прежнему у меня 0 градусов, альфа, бета, 90 градусов. Это все по-прежнему. По-прежнему альфа плюс бета 90 градусов. Но на этот раз я буду следить за тренями лечения. Только вот что. Не возможно следить за тремя причинами. Потому что, понимаете, вот это побольше, это поменьше. Как сравнивать? Реально следить надо за одной величиной. А именно за минимумом из чисел альфа и бета минус альфа. Вы уже знаете, что внутрь можно не писать, поэтому я люблю ее писать. Альфа, бета минус альфа. Ну и давайте я напишу еще. 90 минус бета. Это же то самое, что альфа. Вот, ладец. На самом деле я это написал просто для успеха и несовести. Дело в том, что 90 минус бета это то же самое, что альфа. Поэтому я могу это писать, могу не писать. Это ни на что не влияет. Вот теперь на самом деле задача уже можно решить нам. И давайте мы сейчас с вами это оправдно сделаем. Во-первых, рисую такую картину. Здесь я буду альфа откладывать курс. Здесь я буду откладывать величину бета. А вот здесь вот я буду откладывать те ситуации, когда сумма равна 90 тетрадам. Пожалуйста, в тетради прямо сейчас обязательно нарисуйте эту картину. Самая обычная система координат. Представляете, чтобы здесь было побольше, чтобы вы все поняли хорошо. Что 9 ледочек, 10 градусов, это одна клеточка. Прямая альфа плюс бета равно 90 градусов, это вот такая вот прямая. Мне кажется, это абсолютно непонятно. Альфа плюс бета, это 70 градусов. Сейчас надо понять, где у меня альфа меньше, чем бета. А я знаю, что у меня альфа меньше, чем бета. Вот в этой точке и то, и то 45 градусов. Поэтому на самом деле альфа меньше, чем бета, вот здесь, на этом открытом интервале. Вот они, все точки, где альфа меньше, чем бета. Хорошо, теперь давайте смотреть, что такое альфа, а что такое бета минус альфа. Пишу. Бета минус альфа, это на самом деле 90 минус 2 альфа. Почему? Потому что бета, это 90 минус альфа. И теперь вы мне должны объяснить, как на картинке показать величину альфа. И как на этой картинке показать величину 90 минус альфа. Давайте вот эту величину обозначим новой какой-то буквой. Буквой гамма. Гамма это 90 минус 2 альфа. Где на картинке понятным образом это... Скибаешь угол к нефицету бидус двойка, проходящая через точку 45 столь. Смотрите. Смотрите. Действительно, если альфа 45, то это будет 0. Вот эта прямая, господа, вот эта прямая изображает 90 минус 2 альфа. Для большинства из вас, я думаю, первый раз в жизни, что график используют по делу. Хотя огромное количество математических задач решают при помощи рисования графика. Вот это, хотя и простая, на самом деле, штучка, но сейчас очень важно это аккуратно нарисовать и понять. Линейная функция. То есть в чем здесь идея? Если вместо альфа подставляешь, скажем, 10 градусов, то здесь получается 70 градусов. А бета получается 80. Там 10 градусов. Вы знаете, что это считаете? И здесь будет так. Вместо альфа подставляете 20 градусов, получается 90 минус 2 же 20, 50 и так далее. График функции просто альфа. Это вот такая линейная функция. А теперь вопрос. Минимум из вот этого и вот этого. Это что такое? Минимум из вот этих двух прямых, это вот это. Вот он, график. А теперь вопрос. В какой точке минимум достигает максимального значения? В вершине. Вот она. Как узнать эту точку? Надо решить уравнение. Алиса Стивич, это можно делать без уравнения. Как? Смотрите, опустите первый вверх. Нет, ответ можно сказать. Нет, опустите первый вверх. Опустил. Обозначить отрезок пиомтикуляра 2А. Ну да, да, да. То, что вот это вот, должно быть доразмечать. Да. Ну замечательно. Как же разбить 45 градусов на три части, чтобы одна была в два раза больше другой? Третьего это 45. Ну сколько это за? 30. 30. Господа, обзадите правильно. Альфа это 30 градусов. Бета 60 градусов. А вы знаете, что такое треугольник с углами 30 и 60 градусов? Это половина равностороннего треугольника. Я не знаю, понятно, нарисовал или нет. Если взять треугольник, у которого все две стороны одинаковые, то тогда у него все углы по 60 градусу, соответственно, здесь половинка это как раз 30. Вот она картина. Он оказался, как ни странно, абсолютно выдающимся. Вам не кажется, что это некий парадокс? Мы искали самого-самого-самого заурядного, самого-любого, самого-произвольного. А в качестве этого самого-произвольного мы нашли великую геометрию треугольника. Половинку двухстороннего треугольника. Это треугольник с углами 30 и 60 и 90. Нет, ребята, а вообще-то в этом нет ничего удивительного. Дело в том, что когда мы говорим «самый-самый» в определенном смысле, то значит мы четко формулируем критерий и вполне в качестве самого-самого может какой-то выдающийся. Так бывает. Сейчас я надеюсь еще успеть пару сюжетов забрать. Вы очень четко должны понимать, каждый раз важна математическая модель. Это не самый-самый в каком-то философском смысле, а самый-самый в смысле вот этой постановкой задачи. Измените постановку задачи и понятие «самый-самый» изменится.